всем доброго дня спасибо что заглянули ко мне на канал сегодня я хочу рассказать о горной лаванде которая у меня растет на огороде когда-то 10 тому назад я купила вот такой вот пакетик семян еще и там и название еще осталось хотя это уже мои новые семена собранная прошлого года я хочу вам рассказать об этом замечательном растении что я из него делаю как я его использую своих домашних целях идет лаванда сколько сколько ее много работают шмели целое поле у меня очень красиво и мы будем сегодня ее собирать делать подушечки делать думочки целая грядка лаванды с которой я делаю себе подушечки вот эта лаванда узколистная очень помогает при бессоннице она успокаивает снимает стрессы улучшает работу сердца и нашего мозга снимает очень даже хорошо головную боль и укрепляет иммунитет ее запах этой лаванды также способен отогнать от вашей постели где вы спите комаровый моль особенно вот на даче лаванда узколистная растение не противопоказано детям и аллергикам но беременным и кормящим женщинам его лучше конечно не использовать вот этой лаванды сорвана вот у меня в лукошке здесь примерно где-то 200 грамм будет цветочков этих вот смотрите это мне хватит для маленькой такой сделать подушечки вот таким образом я сушу лаванду вот она цветочки здесь сама ботва все пересушивается вот чтобы хорошо но так вот мялась и набиваю подушечки разные и традиционные и овальные до всевозможные и чтобы именно вот у мешочки вот так свободно перетиралась потому что подушку надо мять ее бить хлопать это плотно у меня набита вместе прямо с ботвой как видите здесь ботва можно такие вариации делать носочки здесь тоже набиваются вешается в изголовье материал должен быть вот я беру детские всевозможных рубашечек футболочек они хэбэшные льняные очень хороши ткань для самой навалочка подойдет и поплин и бязи батисты сатины шок да все что угодно что у вас есть без например она стоит недорого имеет хорошую такую износостойкость поплин он приятнее на ощупь но цена конечно немножко высока подушку традиционной формы можно использовать для обычного сна дома подкладывая под голову а вот форме валика вот такую хорошенькую длинненькую но не жесткую для того чтобы разгрузить шейный отдел позвоночника они очень хороши также эти ортопедические подушечки при длительных поездках в автобусах поезде в машине чтобы разгрузить наши мышцы шеи как я пользуюсь такими под подушечками такой подушкой пользуюсь максимум неделю а потом делаю перерыв на это время и укладу пакет плотно завязываю чтобы не вылетелся этот вот аромат приступать к работе наполнения подушечки надо хорошем настроении процессе думать о чем-нибудь таком приятном хорошем все это усилить положительную энергетику от этой травяной подушечки и конечно верить нужно подобное потому что наши предки действовали именно так вот начиная делать с песнями с молитвами короче в любом случае позитивный настрой именно сделать подушечку вреда не принесет если возьмете несколько веточек вот такой лаванды сделайте себе чай буквально достаточно ложки вот этих цветочков и выпить чашечку чая вы просто окунетесь божественный сон попробуйте а если вы сделаете еще и вот такую композицию с этой лаванды и поставите на тумбочке возле кровати вы просто услышите божественный запах и уснете как младенец я храню такие подушечки не но больше года как только начинается сезон именно этих трав я меняю стираю вот эти вот все чехлы напернички и наполняю новыми травами